Мьютини Пикчерс Мьютини Пикчерс Мьютини Пикчерс Мьютини Пикчерс В главных ролях Фрея Тингли Дралла Эйркен Виктор Джей Хо Сьюзен Прайвер И Пол Рэй В фильме снимались Стивен Чанг, Джим Мескимем, Гейли Коуэн, Вик Полизас, Джо Сачем, Боб МакКоллум и другие. Виктор Джей Хо В сценарии Крис Джонсон Режиссер Пресли Парас Лохие детективы Лохие детективы Лохие детективы Лохие детективы Детективное агентство О'Коннелл и Лу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот чёрт. Я думал, кофе кончился. Что старики делали с фильтрами? Они на полке. А шанхайский чай? На средний. Вы это знаете. Деды любили, когда вы их навещали. На похоронах вы бы блистали. Вас там не было. Я служила своей стране. Прекрасная была служба. Ну, значит, вы получили письмо. А если бы вы его прочли, то знали бы о назначенной встрече. С возвращением, детки. А. Дамы. Жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Ваши дедушки были моими друзьями и клиентами. Ладно. Завещание. Мистер Лу и мистер О'Коннелл завещают своё движимое и недвижимое имущество своим любимым внучкам Пинк Лу и Николь О'Коннелл. Прежние соглашения в Силе, мисс Пинк Лу и мисс Николь О'Коннелл становятся бенефициарами и продолжателями нашего партнёрства. А здесь отчёт нашей доблестной полиции. Не так уж много они нашли. Офисные расходы опустошили счета стариков. Само здание – единственный актив, который можно использовать. Так, теперь любимая тема. Это счета. С ними надо разобраться побыстрее. Простите, мы должны вам деньги? Да. Печально. Всю жизнь ловить преступников и остаться без гроша. Да. Мой отец, упокой Господь его душу, любил работать с вашими дедушками. Оплачивал счета, когда сроки поджимали, байки, мемуары. Не трусьте. Мы давно заложили здание, так что реализуем всё быстро. Мой паренёк его продаст. Вам не повезло. Почему нам? Ну, дедушки знали, что родичи их предадут, и стариков вышвырнут на мороз. А они считали, что мы удержим агентство на плаву? Если так, то Ник с её проблемами не потянет. Знаешь, я бы тебя урыла. Да вот он мешает. О чём и речь? Послужной список. Я служила стране, сучка. Дамы, я юрист, а не психиатр. Да, кстати, ещё одну. Старики просили показать вам. Да. Господин депутат. Роб, рад встрече. Как ты? Хорошо. Прошу в мой офис. Ладно. Спасибо, Тони. Пинг и Ник, да? Мои соболезнования. Ваши деды были солью земли. Спасибо. Вы их знали? О, простите. Я Тони Чао. Работал со стариками до конца. Надо поговорить. Встретимся в офисе через час? Конечно. Да. Господи, дерьмовое место для смерти. Дряхлые ублюдки. Вы кто такие? Детектив Вонг. Детектив Уизл. Что угодно, офицеры. Настоящие внучки. Что это значит? Мы узнали, что вы в городе. На всякий случай. Здесь воняет мочой. Я думал, это ты. Две недели назад вонял. Напоминает мне дело Морони. Он лежал на спине. Нет, старый дурень. Это было дело Реда Лантерна, 82-й год. Смит увидел голую миссис Кунг и, бам, вылетел в окно. Ребята, вы ни хрена не поняли. Это муж сбросил Смита с балкона. Собачья чушь. Привет. Рад видеть, Тони. Спасибо за чай. К твоим услугам, Тони. Ребята, вы не оставите нас? Спасибо. Спасибо. Так. О том, что я скажу, прошу не болтать. Я работал с вашими стариками до конца. Они хотели выяснить, кто так лихо заложил здание. Лихо заложил? Ну, для банков это самое обычное дело. Это был не банк, а человек. Точно. Мистер Стрэпмор говорил о долгах, но сказал, что продажа здания все покроет. Но вы считаете, что это планировалось уже давно. Я хочу сказать, что мой босс, депутат Вэй, приложил руку. Это серьезное обвинение против Вэя. Для нас это, пожалуй, чересчур. Да. Больно. Больно думать, что за этим стоит Вэй. Я поздно это понял. У моего деда были связи. И у моего. Да. Вы правы. И они что-то раскопали. Вам будет трудно, но прошу прочесть. Удар тупым предметом. Падение с четвертого этажа. Сердечный приступ. И это случайность? Свидетели слышали шоу в девять вечера. Они поскользнулись на крыше в тумане. Собачья чушь. Вешают туман вам на уши. Они были старыми, но живчиками. Ты всегда был умен. За это старички меня и держали. В четверть десятого их нашли с травмами. У них были сломаны носы. Сломаны носы? Но они лежали… На спине. На спине. Удар. На спине. Слышь. Удар. Слышь. Удар. 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 Перед смертью они расследовали эти три дела. Среди них дело депутата В. Они активно им занимались. Может, Тони нам скажет? Да. Это Ник. Детектив Вонг? Да, Вонг. Мы хотим переквалифицировать дело дедов в убийство. Что? Мы видели отчёт. Не знаю, как вы его получили, но это был несчастный случай. Вы слушайте нас. Оставьте. Время лечит и горе, и скорбь. Перед смертью они расследовали дело Вэя. Мы думаем, это важно. Депутата Вэя? Его все любят. Слушайте, вы зря тратите своё время. И наше, кстати, тоже. Выслушайте нас! Детектив здесь я, и решать буду я. Даю совет. Не суйтесь с обвинениями, если у вас нет доказательств. Хватит играть в детективов. И не надо нам мешать. Козёл. Как и все они. Чёрт, лампа барахлит. Уберёшь здесь? Сладкие мечты. Кофе готов. Кофе готов. Неплохо. Хорошо пошло. Да. Принесите гуанин. Кто это был? Я не знаю. Кажется, я вчера его видела. Может, это бычок Вэя? Вэю нужно здание. Он что-то сказал о гуанин? Гуанин. А что такое гуанин? Я тебя кое-куда отведу. Это любимая галерея моего деда. А вот это гуанин. Прекрасно, да? В буддизме она символизирует сострадание и безграничную любовь. Когда люди покидают этот мир, гуанин переносит их в цветок лотоса. Кто вы? Констанс Лейн. Это одна из моих галерей. Простите, мне пора навстречу. Поставь. Это редкость, Боже. Добрый вечер, дамы. Чудесный денёк. Знаете, я тут был в ваших краях и подумал, что могу лично повидать вас. Надо было позвонить. Это покупатель здания. Дает хорошую цену. Лучшее предложение. Да. Документ составлен, и мой паренёк говорит, что легко его проведёт. Мы слышали о закладе. То есть мы против. Уверены? Подумайте. Мы уже решили. Уходите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам нужно духовное обновление. Мне и так хорошо. Прекрасная женщина сделала нам чудесный подарок. Гуанин освещает наш сумрачный офис. Спасибо, дорогой Констанс. Мы найдём ей место в шкафу. Интересно. Ваши старики в этом замешаны? Они бы не стали в это влезать. Без точных данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Твой любимый чай? Джо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вы ничего не видели? Нет. Привет. Я сразу приехал. Сукин сын от политики. Что? О чём вы? Это ты дал отчёт коронера недоучкам. Прекратите играть в детективов, пока не вляпались. Как ваши деды. Они были хорошими занозами в моей заднице. В наших задницах. И хреновыми детективами. Какие мудрые замечания. Помнится... Это вы не надели наручники на весельчика Сэма? На твоём месте. Я бы не сплетничал. Из-за этого вы не стали сержантом, детектив. Скажи спасибо, что работаешь на Вэе. Уизел пока ещё вежлив. Порядок? Я буду рядом. За ваших дедов. И за старину Джо. Покойтесь с миром. Джо что-то знал? Он что-нибудь говорил вам? Все аргументы Джо... были понятны лишь Джо. Серьёзный вопрос. Старики молчали как рыбы. Но мы знали, что они едут в офис мэра для встречи с информатором. Детективы! Скучали? Что-нибудь ищете? А вот и она. Убью, если разобьёшь. Не доверяете мне? Бросаете тень на полицию? Убийство вам не в тему? Вопросы пока задаём мы. Так как мы детективы. А вы что-то скрываете. Нам нечего прятать. Тогда мы здесь осмотримся. Едва вы приехали, как забурлило всякое дерьмо. А вы работаете, и дерьмо уйдёт. То есть вы двое загрузили пару видео в интернет и стали детективами. Осторожнее с этим. Мы уже давно работаем. Не хочешь вернуться в армию, милашка? Там у тебя вроде бы неплохо получалось. Не лезь в наши дела. Легче, милая крошка. У них ничего нет. Кроме урны с прахом. Если потрясти, услышишь стук зубов. Думаю, эти засранцы крышуют Вэя. Да. Нашим копам не впервой работать на стороне. Платят хреново. Пенсия – дерьмо. Но они не убивают стариков из-за здания. Здесь дело не в деньгах. Каким боком здесь гуанин? Её хотят отжать. Так надо отжиматься. Пятёрку на ник. Идёт. Если думаешь выиграть, вставай на колени. Готова? Готова. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я приехала, как только узнала Сначала мистер О и мистер Эл, а теперь Джо Упокой, господи, их души Господи, прости, вы их внучки Простите, что не узнала вас Ваши старики мне очень помогли Дело о каблуках Произведение искусства Совершенно верно, и они нашли его Бессценное Рада познакомиться И прошу у вас прощения Вы расследуете их гибель? Да, но Не все умеют нормально работать Их память в надёжных руках Прошу Для милой леди Дамы, будьте осторожны, это мелкий бес Зачем ты здесь? У меня таких стариков не было И тут замешан Вэй Твой босс? Что ему нужно? Он хочет получить здание, но с убийствами его не связать О, я тут ни при чём Работайте спокойно, девочки, и разоблачайте всяких подонков Разоблачаем Кстати, Констанс помогает собирать средства для Вэя Быдло во власти Но Леди должна быть на высоте Если нас попросят, мы примем участие Несомненно, буду рада Почтём за честь Отлично Я пришлю вам машину Почтём за честь Ничего не ясно Слушай, это Констанс Как можно ей доверять? Не понимаю Она нормальная тётка Что с тобой? Я не знаю, как доверять тебе в этих обстоятельствах Хорошо Давай, говори начистоту Ты меня предала Начинается Это когда было Нужно идти дальше Надо работать вместе Не парься И давай работать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Джейд Три... Странно... Что-то знакомое... Джейд Три... Это художественная галерея... Чёрт подери... Я знаю это место... Место для чёрного рынка предметов искусства... А Вэй... Это известный мутный коллекционер... Это... Серьёзный бизнес... Известный политик... Связан с чёрным рынком... Нехорошо... Это был Вэй... Простите, дамы, мы закрыты... Эй... Я сказал, мы закрыты... Положите, не трогайте это... Мэм, прошу вас уйти... Я вызову полицию... Мэм, вернитесь... Снесём это место... Есть данные... Таким ножом убили Джо... У нас ограбление... Да, две девушки... Одна в чёрном, а вторая... Не знаю, но они украли... Нож... Работаем... Можно войти? Нет... Не в моём городе... Я готова... Ты шутишь? Нет... Иди сюда... Серьёзно? Смотри вверх... Закрой глаза... Шикарно? Не совсем... Спасибо... Порядок... Класс... Ладно... Напялим... Плачется... Идите наверх... Последняя комната... Ищите... Удачи... Удачи! 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 и ценители изящных искусств. Депутат Вэй коллекционирует автографы. И он будет рад увидеть автограф каждого из вас на чейке, который пойдет на оплату его перевыборов. Спасибо, что пришли. Депутат Вэй коллекционирует автографы. Депутат Вэй. Что вы лепечете, куклы? Мы нашли нож с твоим именем. Таким же ножом убили Джо. Просто не понимаю, что вы несете. Ты говорила с громилой. Ву? Мой коллега. Это он убил Джо. Он приобретает произведение искусства, и все. Гуанин, например. Вы крутые. Да, Ву ее искал. Думал, что она у меня. Статуэтка ничего не стоит. Это подделка. Он сам так сказал, когда я ее купила. Зачем вы отдали ее старикам? Не бойся, я не сказала Ву. Почему Ву требует ее от нас? Есть человек. Теневой император. Как его зовут? Я своих клиентов не раскрываю. Констанс. Дорогая. Все в порядке? Да, все хорошо, дорогой. Дамы уже уходят. Прекрасно. И все-таки я ей не доверяю. Да, я тоже. Но мы узнали планы Вея. Надо чаще так одеваться. Я так не думаю. Не знаю, как они работали 30 лет, заключая сделки с людьми и постоянно думая, кто врет, а кто говорит правду. Это объясняет бухло на столе. Я буду скучать. Знаешь, у моего деда было три брата. И он рассказывал мне о том, что в молодости они не могли купить буханку хлеба. Они выходили на улицу, собирали сигаретные окурки на тротуаре, вытряхивали табак и ссыпали в кувшин. Когда кувшин наполнялся, они делали самокрутки и курили их вместо хлеба. И что же они делали потом? Брали кувшин побольше. Мой дед рассказывал такую же историю. Правда? Да. Можешь спать на диване. Я займу твою кровать. Помнишь наши вечеринки с ночёвкой? Ты как была засранкой, так и осталась. Кто бы говорил. Так и будешь нянчить бутылку? Хочешь выпить? О, мы играем. Попробуй отнять. Нет. Какого хрена ты творишь? Извини, я не хотела. Уйди. Уйди! КОНЕЦ 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 Извини. Ты не виновата. КОНЕЦ Привет, это Стрэтмар. Хорошие новости. Сделку можно закрыть в пятницу. Покупатели повысили цену. Она покроет проценты. Простите, но я не понимаю. А, извините. 43 дня назад мы подали иск, и кое-кто прилично добавил за возможность купить здание дороже. Почему не сказали раньше? Я должен был проверить информацию. Это чепуха! Может, мне стоит поговорить с вашей коллегой Пинг? Мне надо выпить. КОНЕЦ 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 В этом здании не курят. Отличная одежка для вечеринки. Вынюхивайте здесь, что хотите, но принесите... статуэтку. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Слухи не врали. Правда? Что не так, детективы? Незаконные сделки. У меня на все предметы есть документы. Не свистите. Вы же знаете, что для обыска нужен ордер. Так что ваши действия незаконны. Вы что-то скрываете. Давайте, ищите. Зря тратите время. Я думал уйти пораньше. Это легальные копии. И будьте добры, аккуратнее. Вам нечем заняться? Знаете, играть в детективов и быть настоящими детективами – это разные вещи. Заткнись. А, я вижу сходство с вашими дедушками. Они не закончили ни одно дело, и я знаю почему. Эй! Что вы делаете? А это законно? Можем договориться. Сомневаюсь. Вонг и Уизл. Мы его забираем, дамы. Янг, уводи. Хорошая подделка. Повешу на кухне. Мне нужен адвокат. Да, я так и думал. Молодцы. Вы должны нам объяснить. Но мы давно разрабатываем депутатовые, а ваши старики с нами консультировались. Вот откуда совместные снимки с Вэем. Почему не сказали раньше? Мы не могли вам доверять. Вы сами вписались в дело, а мы не мешали. Натравили нас на него и следили за нами. Ставь старше, вы научитесь паре трюков. А пока радуйтесь, что вы неплохо поработали. Сделайте так, чтобы он ответил в суде. У нас еще много работы. У него крутые связи. Можно работать месяцами, а потом открываются новые детали. Так работает система. Значит, его не привлечь за убийство. Забудьте об этом. У вас ничего нет. А у него железное алиби. Свидетели. Я сам видел его на видео в городе во время их смерти. Мы шьем ему мошенничество, уклонение от налогов, подкуп. Он сядет надолго. Нам этого мало. А вдруг старики просто упали? Знаете, иногда такое случается. Они были крутыми. Они были крутыми. За вас, дамы. Что-то не очень теплый прием. Новости летят быстро. Городок маленький. Я заменяю депутата, а осенью выдвину себя. Вы не слишком торопитесь, Тони. Что тут скажешь? Я оптимист. Везет вам. Да. А вот вам не везет. Не хочу вас мучить. А я не против. Я не полезу в багажник. Не брыкайся. Ты будешь рядом с Пинг. Черт! Ладно, принцесса. Убери лапы. Я не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Зря старики решили взять гуанин. Это был подарок. Сентиментальная история. Где статуэтка? Знали бы, не сказали. Открой свои глаза. Вижу мертвеца. Я умею убеждать людей. И всегда получаю, что хочу. Тебе нужна статуэтка? Гуанин украли из частной коллекции в Китае. Она 200 лет стояла во дворце. Дерьмовая предвыборная речь. На культуру ему плевать. Дело в деньгах, да? Молодцы, детективы. Алчность – мой порок. А это гуанин? Немало стоит. Ты не стал бы убивать из-за денег. Думаю, тебя вынудили. Я знал ваших дедушек. Уважал их. Мои соболезнования. Вы знаете, кто я? Мы слышали о вас. Теневой император. Я всегда восхищался теми, у кого есть воображение. У таких людей рождаются поистине чудесные идеи. Они видят самые мелкие детали. Но выдумывать я не мастак. Но факты просекают четко. Наша организация – это братство. Мы помогаем своей семье. И мы дали вам шанс заплатить ваши долги. Простите, сэр. Деньги, которые я выручил за здание, с лихвой покроют их долги даже с процентами. Беда в том, что ты меня подвел. Опять. Я найду гуанин и расплачусь. Мне нужно время. Здание и мои активы стоят вдвое больше, чем гуанин. Вэя, нет. Я займу его место. Я... Я... Дам вам что угодно. Все, что угодно. Я убил для вас. Не тебе решать, когда пролить кровь. А мне. Я убил для вас. Я спрошу только один раз. Вы знаете, где сейчас гуанин? Не знаем. Если вы найдете эту статуэтку, будете щедро вознаграждены. Вы убивали людей. Это неправильно. Справедливости нет без мести. И не дай вам Бог испытать мою месть. Пойдем. Это здание. Прекрасно. Трудная ночь? Трудная неделя. После дела Вэя, мы решили поворошить архивы стариков. Мы вновь откроем дело. Почему передумали? Это пока секрет. Вы знаете, где Тони? Надо срочно его найти. Детективы. Ральф сказал, что случилось с Вэем. Поздравляю, девочки. Скажите Тони, что мы его ищем. Я предлагаю тост за раскрытие дела Вэя. Субтитры сделал DimaTorzok Думаешь завербоваться? Меня не возьмут. А ты? Что думаешь делать? Я уеду. Жизнь заново. Да. Возьмешь лампу? Нет, она твоя. Оставлю новым жильцам. Может, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Разве ты не в поезде? Я его пропустила. А ты не в самолёте? Я его пропустила. Посмотрим? Угораздила нас вляпаться. Кажется, я по адресу. Простите, кто вы? Я Холли. У меня беда. Поделитесь. Моя сестра пропала почти две недели назад. У меня осталось только её письмо из Лос-Анджелеса. И я пришла к вам. Простите, как ваша фамилия? Мартинс. А вы детективы? Точно? Нет. Я- Продолжение следует... 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 Продолжение следует...